Воскресенье Жизнь ты наполни радостью и смехом Пусть все желания постарей воплосятся Пусть выходные эти долго длятся Ну что, с одним игроком, по-моему, я миллион выиграл С четырьмя, по-моему, тоже четыре миллиона Ну попробуем сыграть с двумя Итак, вам нужно правильно ответить на 15 вопросов и 1 миллион рублей ваш Если вы готовы, тогда мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Внимание на экран, первый вопрос и 100 рублей Мы как пионеры всегда готов Как называется основная денежная единица перу Соль Правильно! Как называется блокнот для записи предстоящих дел? Ежедневник Отлично! Это правильный ответ Ну что ж, для того, чтобы заработать 200 рублей, вам нужно будет ответить на второй вопрос Как называется простейшая металлургическая печь? Гор? Ну это в кузницах деревенских Это гор Великолепно! Вы дали правильный ответ Что, согласно образному выражению, можно поставить на перспективном деле? Крест Удачный выбор Правильно! Итак, 300 рублей и третий вопрос Как заканчивается известная строчка Оскушкина Птичья Божия не знает И заботы И заботы И труда Правильно! Что держит в лапе белоглубый орлан на ербез ша? Оливковую ветвь Отлично! Это правильный ответ А вот следующий вопрос и 500 рублей Будьте внимательны Это уже четвертый вопрос из 15 возможных Каким являлся советский комбайн Нива? Зерноуборочный Это было нетрудно Правильно! Передача с каким названием существовала на российском телевидении Класс народа Это было нетрудно Правильно! Совсем неплохо! А мы переходим к пятому вопросу Ответив на него Вы заработаете тысячу рублей Что из перечисленного Наносится духовкой? То пудра Правильный ответ И вы идете дальше Что не входит в чайный сервиз? Супница Правильно! У вас уже есть тысяча рублей Интересно, кто из вас удвоит заработанную сумму Ответив на следующий вопрос Шестой вопрос и две тысячи рублей Что из перечисленного содержит какао? Сметана Ряженка Кофе Черный шоколад Черный шоколад Удачный выбор Правильно! Что в футболе отсутствует у полевого игрока И присутствует у вратаря? Бутсы Футболка Перчатки Гетры Перчатки Удачный выбор Правильно! Следующий вопрос и четыре тысячи рублей Если вы даете неправильный ответ То теряйте одну тысячу рублей Думайте хорошенько Прежде чем дать ответ Какой актер пять раз становился победителем конкурса Мистер Вселенная? Арнольд Шварценеггер Сильвестра Сталлоне Жан-Клод Ван Дамм Дольф Лунгрен Конечно Шварценеггер Правильный ответ И вы идете дальше В какое море впадает река Дунай? Каспийская Черная Азовская Балтийская Балтийская Черное море Правильный ответ И вы идете дальше Вы отлично играете У вас уже есть четыре тысячи рублей И вы можете заработать еще четыре Ответив на следующий вопрос Как астрономы называют все твердые частицы, которые упали на Землю из космоса? Метеоры, кометы, валиды, метеориты Метеориты Удачный выбор Правильно Какая латинская буква должна быть на свитере капитана хоккейной команды? С Х Х А О, Кэптейн Кэптейн Это ваше последнее решение? Вы можете удвоить свой результат, если сейчас дадите правильный ответ Ну, если я собрался умереть, то это мое последнее решение Но, коль я продолжаю играть, то это мое крайнее решение Правильно Все, что вам нужно, это дать правильный ответ на следующий вопрос И 16 тысяч рублей ваши Внимание на экран Девятый вопрос И 16 тысяч рублей В каком городе была создана неформальная организация художников Метьи? В Ленинграде? В Москве? В Саратове? Или в Одессе? Ну, это было не трудно В Ленинграде Ничего не скажешь Верно? Берега какой части света омывают воды Бискайского залива? Европы? Азии? Африке? Америке? Америке? Ответ А Европа Отлично! Вы дали правильный ответ! В случае верного ответа В случае верного ответа вы зарабатываете вторую несгораемую сумму 32 тысячи рублей Все, что вам нужно, это дать правильный ответ А вот и вопрос Какой из этих периодов в эволюции Земли не входит в мезозойскую эру? Меловой Юрский Триасовый Дивонский Вы могли не отвечать на этот вопрос, но мы поздравляем вас с верным ответом! Сколько недель у православных длится Великий пост? Три Пять Семь Девять Думаю, что три Но надо еще подумать Семь Вы могли не отвечать на этот вопрос, но... Мы поздравляем вас с верным ответом! Вам не о чем волноваться, у вас 32 тысячи рублей это вторая несгораемая сумма Итак, впереди одиннадцатый вопрос и 64 тысячи рублей Ну-ка, ну-ка! Кто в домике Мальвины краил костюм для Буратино, героя книги Алексея Толстого? Рак Жук Мыш Рак Или дятел? Рак Правильно! К какому семейству относится росомаха? Куньих Кошачьих Псовых Псовых Медвежьих Нет Кошачьих Нет Куньих Так, ответ правильный! Отлично! Вы уже выиграли 64 тысячи рублей Давайте перейдем к следующему вопросу В случае правильного ответа вы заработаете 125 тысяч Какое животное по тексту притчи принадлежало Хаджен и Средину? Верблюд? Ишак? Баран? Или вол? Ишак Это ваш окончательный ответ? В случае неверного ответа вы потеряете 32 тысячи рублей Да! Ничего не скажешь? Верно! 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 ответа вы потеряете 32 тысячи рублей. Точно в цель. Отлично. Вы правильно ответили на 12 вопросов и уже выиграли приличную сумму. Давайте посмотрим, удастся ли вам заработать еще 125 тысяч рублей. 13 вопрос и 250 тысяч. Главное не торопитесь с ответом. На какой реке стоит город Зима? Енисей, Дон, Амур, Ака. Так. Ну, Дон, это, совсем не там. Ну, Тенисея, Амур и Ака. Может быть. Ну, город Зима, это ж Эдуард Вознесенский. Вознесенский. Оттуда родом. Ака. Абсолютно верно. АПЛОДИСМЕНТЫ Какую из этих картин написал не Казимир Малевич? Черный квадрат, красный квадрат, черный круг, белый овал. Хитропопый вопрос. Какую из этих картин написал не Казимир Малевич? Так извините, он написал черный квадрат, а не написал. Три ответа. И че мне делать? Все. Я так понимаю, что тут подло поступают. Ладно. Звоним другу. Вы решили воспользоваться подсказкой «Звонок другу». Конечно. Пожалуйста, назовите того, кому будете звонить. Я напоминаю вам, что совсем не обязательно соглашаться с ответом вашего друга. Вы уж вынудили. Мне очень жаль, но я не имею ни малейшего представления об этом. Прости, ты зря израсходовал на меня подсказку. 50 на 50. Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите два неправильных ответа. Ну теперь понятно. Белый овал. Абсолютно верно. Идиотские вопросы. Здрасте, накаляется. Если вы сейчас дадите неправильный ответ, то выиграете только 32 тысячи рублей и потеряете 218 тысяч. Подумайте, прежде чем дать окончательный ответ. Итак, 14 вопрос из возможных 15. Сколько раз маршалу Рокоссовскому присваивалось звание Героя Советского Союза? Один, два, три или четыре? Два. Да. Вы дали абсолютно точный ответ. И мы вас поздравляем. Как Лев Николаевич Толстой называл свой дневник, который он вел с 15 лет? Франклиновский? Вашингтоновский? Нет. Джексоновский? Нет. Рузвельтовский? Блин. Надо подумать. Вопрос очень подлый. Давайте так. 50 на 50. Ага. Давайте звонок вдруг. Что нет? Помощь залу. Вы решили воспользоваться подсказкой помощь залу. Я надеюсь, аудитория действительно сможет вам помочь. Аудитория, голосуем. Тупая аудитория. Но не мог Лев Толстой назвать. В 15 лет вот так. По-моему, это... Вы могли не отвечать на этот вопрос, но... Мы поздравляем вас с верным ответом. Нифига себе. Вот и наступил решающий момент. Вот зал дает. Ну, спасибо, зал. Вы все правильно ответили на 14 вопросов. И теперь вам предстоит ответить на последний, 15 вопрос нашей игры. Но не последний. Если вы сейчас даете неправильный ответ... А крайний. А крайний. Вы влияет 468 тысяч рублей. Да ладно. Итак, 15 вопрос. На кону 1 миллион рублей. На каком языке на гербе Великобритании написан девиз «Бог и мое право»? На английском, на французском, на итальянском, на немецком. В Великобритании и должно быть на французском. Да давайте я 50 на 50. Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите два неправильных ответа. Остается что? Французский и немецкий. В Англии. Ну я думаю на французском. Давайте позвоним другу. Итак, подсказка «Звонок другу». Как вы думаете, кто может вам помочь дать правильный ответ? Пенсионерка. Они в курсе? Можно было бы сказать «Д». «Д». Но на 100% я не уверена. Выходит, помочь я не смогла. Помощь зала. Вы решили воспользоваться подсказкой «Помощь залу». Я надеюсь, аудитория действительно сможет вам помочь. Аудитория, голосуем. Аудитория считает французский. Ну, поверим. Игрок номер один. Я должен признать, что вы дали правильный ответ. Я поздравляю вас. Вы становитесь виртуальным миллионером. Теперь у вас есть шанс выиграть современный мультимедийный компьютер «Эрстайл» на базе процессора Intel Pentium 4. Для этого пришлите нам по почте секретный код победителя, написав его на регистрационной карточке. Удачи! Ну? А второй игрок? От какого греческого слова произошло имя «Галина»? Курица. Жизнь, вечность, спокойствие, верность. Ну, я, значит, был неправ. Я что-то а-ля курица. Думал, оказывается, это спокойствие. Ну, извините, там чудеса бывают. Ира. Она и мир. Она и нев. Но мой ответ – С. Спокойствие. Здрасте, накалились. Вы уверены, что это ваше окончательное решение? Да. Вы рисковали невероятной суммой. Вы были так уверены в себе. И не ошиблись. Ваш ответ – правильный. Вы сегодня дали 15 правильных ответов. Мы вас поздравляем. Вы – виртуальный миллионер. Теперь все, что вам нужно сделать, чтобы у вас появился шанс выиграть наш главный приз – суперсовременный компьютер AirStyle на базе процессора Intel Pentium 4 – это написать специальный код победителя на регистрационной карточке и прислать ее нам. Удачи! Ну, а мне, как виртуальному обладателю, уже хрен знает скольки миллионов, на их виртуально во сне потрачу. А пока – пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok